В 41-м была освобождена всего лишь небольшая часть нашей области. И прошло полтора года до того момента, как началась 12 июля операция «Кутузов». Началась она в Маватийском районе село Вяжи. И оттуда пошло наступление нашей Красной Армии. 20 июля освобожден наш родной город Мценск. 22 июля освобожден город Болхов. 5 августа освобожден наш областной центр город Орел. Это вступительное слово к участникам квеста, как принято нынче называть «Микрозорницы», который называется «Маршруты Победы» и посвящен 75-летию освобождения области. Да, вступительное слово, а не лекция. Хотя и лекций прочесть надо немало. Не только для участников этой игры, прошедшей в Мценске, но и всем, кто хочет узнать историю края, гадящей стали, потерянных могил и городского парка включительно. В городском парке «Культура», в котором, кстати, шумели бои осенью 41-го года, и здесь, где-то вот в этом районе был подбит танк КВ-1, и до сих пор не найдена могила наших советских танкистов, погибших в октябре 41-го года. Так вот, квест, устроенный в парке, это задумка Мценского отделения ДСАФ и молодежного клуба «Содействие». Через выполнение на время разных заданий военно-спортивно-патриотико-исторического характера школьники-амчане вспомнили и уроки Великой Отечественной войны, и почтили память ее героев. Одним из заданий как раз и было назвать земляков героев Советского Союза и рассказать о них. Всего на маршруте 10 так называемых станций. Тут участникам приходилось дешифровывать секретные сообщения. Там спасать раненый манекен, его полагалось перебинтовать и перенести в условный медсанбат. А на станции «Саперы» команды участвовали в разминировании местности. Где-то тут это? Это пень! В квесте приняли участие команды, собранные в школах номер 1 и номер 4, студентам Ценского филиала университета Тургенева и медицинского колледжа. В какой-то точке маршрута им полагалось разобраться с азбукой Морзе, а потом написать ветерану письмо. Участники игры даже вспомнили песни военных лет. Победители квеста получили дипломы и призы. Опять состав всех орловских учебных заведений – пример того, куда надо звать ученика, если к доске его уже вызывали. Сергей Быковский, телеканал «Первый областной», Наталья Коновалова, телеканал «Мценск». Продолжение следует... Продолжение следует...